Добрый вечер! В эфире информационный выпуск Хамшебшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер! Фраза гениального поэта актуальна во все времена. Ровно 225 лет назад родился Александр Пушкин. В Сухуми возложили цветы к памятнику поэта. Добрый вечер! Главой республики Башкортостан Радием Хабировым, главой республики Адыгея Муратом Кумпиловым, а также с главами республик Северокавказского федерального округа. В ходе встречи обсуждались вопросы экономического сотрудничества, включая развитие торгово-экономических связей в сфере инвестиций и инфраструктурных проектов туризма науки. 7 июня президент Асланбжани и делегации из Абхазии примут участие в пленарном заседании ПМФ, на котором выступит президент Российской Федерации Владимир Путин. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил работу подстанции Цандрипштяга с первым заместителем гендиректора главного инженера РУП Черномурэнерго Тенгизом Геджинба. Из-за дефицита трансформатора и мощности станции зимой при прохождении электропоезда приходилось вводить дополнительные ограничения на подачу электроэнергии населению, что доставляло большие проблемы жителям Цандрипши и Геджинба. Капитальный ремонт трансформатора, который ранее вышел из строя, был произведен специалистами Черномурэнерго. По словам Геджинба, качество электроснабжения жителей, близлежащих от железной дороги домов, значительно улучшится. Предварительная стоимость проводимых работ 65 миллионов рублей. Республиканским бюджетом выделено 10 миллионов. Бюджетом Гагарского района 10 миллионов. Также АЖД перечислит 10 миллионов рублей. Остальные расходы взяло на себя РУП Черномурэнерго. В эти дни в школах Абхазии проходят выпускные экзамены. Учителя проверяют знания выпускников по истории Абхазии, родному языку и литературе, математике. Атмосферу экзаменов и настроения учащихся узнавала Гугуца в Ардане. Смотрите ее репортаж. Тихо идут экзамены. Июнь для выпускников месяц сложный, ведь нужно не только хорошо окончить школу, но и успешно пройти вступительные испытания в вузы. В шестой столичной школе имени Владимира Комарова в этом году три выпускных класса. Сегодня здесь проходят экзамены по абхазской и русской литературе, а также истории Абхазии. Я готова, да, я участвовала во многих конкурсах по истории Абхазии. Я очень люблю, в принципе, историю Абхазии, так что, мне кажется, это будет не самый сложный экзамен у меня. Как школу окончена? С одной четверкой, может, закончена красная даже аттестация. Одна четверка по какому? По алкебре. Но после экзамена вышло пять, поэтому, может, даже будет красная аттестация. Ты профессию уже выбрала? Да, я буду поступать в медицинский. Я уже выбрала вуз. Я поеду учиться в Ставрополь, СКФУ, Северокавказский университет. В шестой столичной школе 42 выпускника. Есть, кто завершает образовательное учреждение на золотую медаль. В десятой горской школе сегодня пишут диктант по русскому языку. Мы писали диктант. Конечно, хочется надеяться на лучшее и надеяться, что результаты нас всех обрадуют. Сложный был диктант? Ну, я могу сказать то, что он не был суперсложным, но это точно было нелегко. Переживала, готовилась? Ну, нет, не переживала. Спокойно. Ты уже профессию свою выбрала? Я поступила на факультет медиакоммуникации в Москву. Школьные экзамены еще какие у вас остались? Еще осталась абхазская литература, устно и история Абхазии. Что самое сложное для тебя? Какой самый сложный для тебя экзамен из всех? Я думаю, что суперсложного экзамена, наверное, не было. Я, конечно, не знаю, что еще нас ждет на устных экзаменах, но я думаю, что моя подготовка будет достаточно хорошей. И ни один из устных экзаменов также не предоставит мне никакого труда. Всего выпускники должны сдать пять экзаменов. По алгебре, истории Абхазии, абхазскому языку и литературе, русскому языку. Пятый экзамен выбирают сами выпускники. Экзамены также сдают учащиеся девятых классов. Гугл Савардания, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. Продолжаем тему знаний. Возможно, в ближайшем будущем болезнь Паркинсона или же шизофрения не будет звучать как приговор. Ионы железа могут помочь в создании лекарств от тяжелых наследственных психических заболеваний, выяснили ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Детский церебральный паралич и синдром Дауна – это болезни, с которыми плохо справляется современная медицина. Лекарства от таких диагнозов пока не найдено. В таких случаях на помощь приходят реабилитационные центры. Один из таких в поселке Цандрыбш с удешающим названием «Мы вместе». Название соответствует содержанию. 80 человек с проблемами здоровья нашли здесь поддержку. Возраст от 1 года до 23 лет. С ними работают специалисты лечебной и адаптивной физкультуры, массажист, психолог и дефектолог. Руководит центром 26-летняя Милана Аджба, которой в детстве поставили диагноз ДЦП. Сарик Вороцхель разбиралась в теме. Маленькой Монике 5 лет. Сразу и не скажешь, что она отличается от сверстников. Однако дружелюбная девочка с острым любознательным взглядом и очаровательной улыбкой практически не говорит. Родители привели Монику в центр 2 года назад. Тогда она не могла вымолвить и словечко. Теперь, благодаря усилиям специалистов, работающих здесь, Моника заговорила. Мама Моники Фатима благодарит руководителя центра Милану Аджба. У самой девушки проблемы со здоровьем. Но, несмотря на это, Милана занимает активную жизненную позицию. И в своем молодом возрасте уже сумела открыть центр «Мы вместе», в котором специалисты помогают детям и взрослым. Ну, так как я сама с ограниченными возможностями, я всю жизнь находилась в реабилитационных центрах. К сожалению, в моем детстве в Абхазии не было реабилитационных центров, поэтому мне приходилось выезжать в Питер. И, естественно, родным было непросто, потому что это финансы. И это нужно было делать на постоянной основе. Также нам нужны были постоянно технические средства реабилитации. И когда в Абхазии открылся республиканский реабилитационный центр, я на постоянной основе находилась там на реабилитации. Потом оттуда меня отправили на форум «Без границ», где нас учили правилам проектирования, как писать проекты. Нас также мотивировали. Я видела, что люди с ограниченными возможностями могут приносить благо обществу. На тот момент я была в такой депрессии, можно сказать, потому что я не понимала, куда дальше, где учиться и где работать. И когда я вдохновилась, я вернулась в Абхазию уже с готовым проектом. Открытие центра стало возможным после того, как Милана приняла участие в социальном проекте совместной программы Европейского союза Организации Объединенных Наций по развитию сельских территорий Абхазии «Энпард», где она выиграла грант. Они открыли этот центр, они оснастили центр технически, тренажерами. Я начала искать команду. Первые это были мои уже сотрудники, которые со мной работали. Они приезжали с Сухума. И потом уже по чуть-чуть на местах мы начали находить психолога, дефектолога, массажиста. Они вот с открытия центра с нами и работают с первых дней. Они знают всех детей, каждый подход к каждому ребенку индивидуальный. И мы здесь как одна семья, потому что мы чувствуем всю проблему. Мне нравится то, что они не воспринимают меня как человека с инвалидностью. Также это отражается на детях, потому что мы уже как друзья. И они видят, что если мы сейчас вложим потенциал в этого ребенка, то он будет полноценным членом общества. Еще одно направление работы центра – перераспределить технические средства для реабилитации от тех, кому они не нужны, тем, кто в них нуждается. Помимо реабилитационной деятельности, сотрудники центра проводят различного рода мероприятия, направленные в первую очередь на развитие волонтерского движения с целью поддержки взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. Работаем с волонтерами. Это школы, это ученики старших классов. Они приходят, они с ними здесь занимаются, они потом дружат, они проводят различные мероприятия. Также у нас есть проект «Особенная красота», где девочки, для них проводятся фотосессии. Мы показываем особенную красоту с другой стороны. Также мотивационные встречи – это спикеры, которые с инвалидностью в Абхазии, они чего-то уже достигли. Они рассказывают о своем опыте не только в Абхазии, но и с Россией. Мы подключаем онлайн. Это очень мотивирует детей. Несмотря на все достигнутые успехи, у Благодворительного центра помощи «Ему вместе» есть определенные сложности. Сейчас подопечных 80. К сожалению, нам не хватает кабинетов. У нас сейчас только три кабинета на безвозмездной основе. Сотрудники работают четыре раза в неделю. К сожалению, у нас сейчас нет финансирования. Проекты приостановили. И поэтому уже четвертый месяц мы работаем без зарплаты. Результаты упорной работы над пациентами дают хороший результат. Но для этого нужны месяцы, а порой и годы. По сильную помощь центру оказывает администрация района. В 2021 году Всемирно-Абхазий-Абазинский конгресс передал центру медицинское оборудование, маты для занятий, балансировочные ИСТ-платформы, а также специальные ролики, необходимые врачам для занятий с детьми. Директор центра «Мы вместе» считает, что общество должно быть инклюзивным. Только вместе возможно интегрировать детей СОВС в обществе и убрать ограничения и рамки. Уверена Милана. Сария Кварацхеля, Музафар Астанов, Абхазское телевидение. Премьер-министр Александр Анкваб принял представителей кризисного центра для детей Каму Гопи, Илану Кортуа и Каму Аргун. Центр был создан три месяца назад. Пока подопечными являются шестеро детей, которые там находятся постоянно, и им оказывается социальная и психологическая помощь. Проект осуществляется благотворительными организациями «Киаразы Панорама». Оплату за аренду помещения взяло на себя государство. Представители центра рассказали о своей работе, взаимодействии с органами опеки, администрации городов и районов и Министерством соцобеспечения. Александр Анкваб отметил важность проводимой работы и обещал помощь органов власти. Сотрудники уголовного розыска Гуларевского РОВД у жителя села Уарча изъяли наркотическое и психотропное вещество. Сильнодействующие наркотики капсулы психотропного вещества изъяты у жителя села Уарча Гулорыбшского района. Оперативно-профилактические мероприятия провели сотрудники уголовного розыска Гулорыбшского РОВД, в результате чего на территории церкви в поселке Дранта Гулорыбшского района был задержан Ломи Омар Манолисович, 1994 года рождения. При личном досмотре у мужчины был обнаружен изъят заизолированный сверток с камнем внутри, а также медицинский шприц с наркотическим средством метадон и капсулы психотропного вещества апригаболин. Гражданин Ломи, поясните, пожалуйста, что находится в шприце, что за инъекция? Метадон. Треричный упадрик, блин. Метадон. Как пояснять гражданин Ломи, в шприце находится метадон? Сам же гражданин Ломи на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения препаратами метадон и марихуана, за что в настоящее время отбывает 15 суток административного ареста. По факту незаконного приобретения и хранения запрещенных веществ в отношении омароломья, группой дознания дела внутренних дел по Гулырыбовскому району возбуждено уголовное дело, по которому проводится расследование. Он памятник себе воздвиг нерукотворный. Прошло ровно 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Гений на все времена, чьи стихи любят и читают на разных языках, в том числе и на абхазском. В Сухуми возложили цветы к памятнику поэта в центре столицы. Сюда пришли многие почитатели творчества Пушкина, среди которых спикер Народного собрания Лаша Ашуба, министр просвещения Инна Алгаблия, поэты, писатели, представители научной интеллигенции, школьники. Далее литературная встреча продолжилась в Ботаническом саду Древней Липы. Обо всем по порядку Алики Трапш. Александр Пушкин – солнце русской поэзии. Гениальный поэт, внесший огромный вклад в развитие мировой литературы и культуры. Уже по сложившейся традиции в день рождения Пушкина в центре столицы Абхазии у памятника поэта собираются почитатели его таланта самого разного возраста. Здесь учащиеся школы и ученые, писатели и поэты, преподаватели и все те, для кого творчество Пушкина и спустя два столетия продолжают оставаться единственным источником вдохновения. Далее в Ботаническом саду, который основал друг поэта, генерал Николай Раевский, состоялась уже ставшая традиционная литературная встреча. Под сенью многовековой кавказской липы любители творчества русского поэта рассказывали о своем личном восприятии творению Пушкина. Считали стихи поэта на русск. Уже два века творчество великого мастера продолжает объединять людей, независимо от национальности и места проживания. Я присоединяюсь к поздравлениям. 225 лет – это же, конечно же, великая дата. И надо сказать, что Александр Сергеевич – это не только поэт и не только драматург, и не только писатель. Это просто все, наверное, в России. Потому что иметь и создать словарь Пушкина, в который входит 23 тысячи уникальных слов, это, конечно же, дорогого стоит. И благодаря ему на нашей планете 250 миллионов человек говорят на русском языке. Это очень важно. На сегодняшний момент практически во всех международных организациях русский язык является либо рабочим языком, либо официальным языком. И благодаря ему многие в мире узнают о России и узнают о тех возможностях, которые таит Россия. С Пушкина началась не просто новая эпоха русской культуры. В творчество гения оказалось впитанным то истинное национальное, что определяло духовную жизнь русского народа. Его произведение уже давно переведено на все языки мира. Ведь Пушкин сумел подарить такую гамму переживаний, которые живет и заполняет духовный мир человека и сегодня. И этот особо уникальный мир поэзии хотелось слышать каждому народу на родном языке. Народный поэт Абхазии Мушни Ласури перевел на абхазский язык роман в стихах Евгений Онегин. Ученики столичных школ прочли его отрывок. Абар сихку сгуйтоу зигеа. Иштауахай сыму зиу хэтбас. Арифча пылу здыр уйдза. Сфибхадзашт ябсам уйбсез. Ахамач кейлэфгазкя срэц ханашир. Хгублра сэн фэчры музыкан мусфера. Шым тропрабхе схызаса. Вклад пушкинского гения в русскую литературу поистине бесценен. Он не только поднял на недосягаемую высоту ценность простого русского слова и поэтического слога, но и явился основателем нового классического искусства, сравнимого с лучшими образцами мировой эстетики. Поздравляю вас с Днем русского языка, с 225-летним, со дня рождения величайшего поэта Александра Сергеевича Пушкина. Мы этот день ежегодно празднуем благодаря поддержке Россотрудничества. Сегодня в Ботаническом саду, как будто бы в Лукоморе, мы отмечаем этот замечательный праздник. Я хочу отметить, что роль ростотрудничества в продвижении русского языка в Республике Абхазия сложно переоценить. Любой культурный и образованный человек, как в России, так и во всем мире, обязательно будет знать хотя бы одно из произведений Пушкина, либо какие-либо факты из его биографии. И сегодня, когда мы находимся в то время, когда так называемый цивилизованный Запад насаждает культуру отмены, обесцениваются работы великих русских писателей, художников, композиторов и других деятелей культуры, нам всем крайне важно с еще большей силой сохранять, приумножать и передавать другим поколениям все те культурные, духовные, традиционные ценности, которые оставили нам наши предки. Советник посланий к посольству России в Абхазии Максим Литвинов засчитал поздравления министра иностранных дел России Сергея Лаврова по случаю празднования Дня русского языка и юбилея Пушкина. Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую признательность представителям общественности, российским соотечественникам, проживающим за рубежом, многочисленным друзьям России, носящим лепту в сбережении русскоязычного пространства, продвижения культурно-исторического наследия нашей Родины. Убежден, что празднование Дня русского языка, приуроченного к юбилею великого поэта, послужит развитию межгосударственного гуманитарного сотрудничества, поддержанию атмосферы дружбы и доверия между народами. Сергей Лавров. Строки Пушкина звучали из уст у литераторов, школьников, людей самых разных возрастов и профессий. Праздничная программа включила в себя лирические танцы, костюмированное представление учащихся школ. Аля Петра Абши Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Тревожная ночь. Новая книга абхазского писателя Анатолия Лагула, лауреата государственных премий имени Гулия Яджба. В сборник вошли рассказы, переведенные на русский язык, «Отец», «Сальвеек», «Криле», «Счастье», «Шазина» и другие. Сцена Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» принял гостей из Абхазии, сообщает Обснепресс. Русдрам уже показал Евгения Онегина в постановке режиссера Сергея Ефремова. Это стало возможным благодаря программе «Большие гастроли» Министерства культуры России, реализуемой Росконцертом. В рамках гастролей зрителей ждет постановка одного из лучших спектаклей «Русдрама» «Софичка» по Фазюлю Искандеру. А сейчас расскажем о погоде. По сообщению гидрометцентра в Абхазии, в пятницу, 7 июня, территория Черноморского побережья будет находиться под влиянием повышенного давления. Днем местами возможен дождь. Температура воздуха ночью 15-20, днем 22-27. Температура морской воды плюс 21 градус. На этом информационный выпуск «Амшекшара» подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.